Кто бы мог подумать, что когда-то я смогу подойти к Визеру, подоить Визера, получить ведро с его молоком, выпить его молоко и получить кастомные эффекты, которые я могу использовать в своих целях. Эмм, yes. Итак, 617-я часть наших обзоров модов, и сегодня, ребята, мы посмотрим на мод, с помощью которого мы сможем подоить всех мобов. Именно так, мы сможем получить молоко каждого моба из игры, даже Эндодракона, даже Визера. И самое интересное то, что каждое ведро будет давать нам очень необычные, интересные и оригинальные эффекты, поэтому, что ж, сегодня мы будем доить всех мобов. Даже жители, друзья, да, мы будем доить жителей, поэтому, надеюсь, вам понравится сегодняшний обзор, это очень интересный, необычный мод. И я надеюсь, что вы поддержите вашим лукасом вверх этот видос, давайте наберем 6000 лукасов, тогда я вам покажу еще некоторые очень необычные моды, которые я в последнее время нашел. Ну и, конечно же, перед началом рандомный каминтос у нас залетает от Стас Ксрус, который пишет Эйнштейн, ученый, Илон Маск, миллиардер, Кейн, камень. А знаете что? Я этим горжусь. Что ж, давайте уже, наконец-то, приступать. Ну и как же работает этот мод? На самом деле, все очень просто. Вы просто подходите к любому мобу, нажимаете на правду к мыши, и вы подоили кота. Да, звучит очень странно, но вот оно, Кэт Милк, друзья, это у нас кошачье молоко. И теперь мы можем просто взять и выпить его, и посмотреть, какие нам эффекты дадутся. А вы можете видеть то, что мы получим эффект рыбака, ночное зрение и скорость из молока кота. Разве не здорово? Кстати, некоторые ведра с молоком здесь просто супер читерские, но мне все равно очень нравится этот мод. Поэтому, да, друзья, работает он именно так. И автор написал то, что лучше играть в этот мод, не зная ничего о эффектах, и просто пробовать все на мобах и так далее. Именно поэтому сегодня мы будем это делать так. Потому что я, на самом деле, не знаю про эффекты, которые добавляет каждое ведро. Поэтому сегодня мы будем удивляться и будем доить всех мобов. Сначала мы начнем с мобов, которых мы видим вот прямо здесь, деревни и так далее, обычный мир. А потом мы уже перейдем к визерам, к драконам и так далее. Что ж, кошачье молоко, это, конечно, здорово, понятно, замечательно. Я взял обычное молоко, чтобы убирать из себя эффекты. И, например, у нас есть курица. Давайте мы просто подойдем к курице и нажмем на правду к мыши. Ну-ка, иди сюда, стоя, я сказал. И мы получили чикен-милк, друзья, как вы можете видеть. Причем, самое интересное то, что у каждого ведра своя собственная текстурка. Обратите внимание, например, вы можете видеть, у ландер-дракона вообще она зачарована, у визера тоже. И, обратите внимание, здесь одно есть вот это. Это у нас молоко снежного гольма. Вы можете видеть то, что у него лицо снежного гольма прямо на молоке. Но да ладно, что ж, мы получили молоко к курице. Ммм, вкусняшка, друзья. И мы получили замедленное падение на 5 минут. Это довольно-таки круто. Все эффекты здесь даются на довольно-таки длительное время. Целых 5 минут мы можем теперь спокойно спускаться с высот. Разве это не здорово? Итак, что ж, выбираем нашу следующую жертву. И я тебя вижу. Здравствуй. Давайте попробуем подоить свиньё. И мы получили свиное молоко. О, вау. Кстати, тут где-то эндермен мне по ходу голем его только что убил. Окей. Мы ещё подоим эндермена. Не волнуйтесь. Давайте мы выпьём молоко свиньи. Посмотрим, что за эффекты они нам дают. Сатурейшн. И всё. На буквально 3 секунды. Окей. В принципе, да. Молоко свиньи не очень такое уж и полезное. Но да ладно, друзья. Зато у нас здесь также есть лошадь, которую мы также можем подоить и выпить её молоко. Я уверен, что она даст скорость. И также джампу. Опять же, обратите внимание, это вторые уровни зачарования. И на целых 5 минут, друзья. Разве не здорово? Просто один раз подоили лошадь и всё. До свидания. Я могу упрыгать отсюда, убежать. И это просто здорово. Да, эндермены здесь всё-таки чпокнули. Но раз уж наш мистер голем решил убить нашего эндермена, давайте мы подоим голема, друзья. Мы получим железное молоко. Как это будет работать? Но мы просто подходим на правую мышь и нажимаем и Iron Golem Milk. Кстати, на сайте было написано то, что для некоторых мобов нужно нажать на Shift правую кнопку мыши. Наверное, те мобы, с которыми можно торговаться. Например, жители. Или как-то с ними интерактировать. И также было написано то, что некоторые ведра работают только если ударить моба. Я честно не знаю, про какие мобы это нам автор говорил. Но, да ладно, давайте посмотрим. И мы получаем Iron. И, ребята, честно вам скажу, я не знаю, что это за эффект. Потому что, как я и сказал в начале, здесь очень много оригинальных новых эффектов. И это один из них. Я что-то понял. Я понял, как работает это зачарование. Мы теперь можем превращать железные слитки в больше жизни. Но, таким образом, мы получаем больше замедления. Но и также Hell Boost. То есть у нас больше жизни. Но, окей, настало время подоить жителей, я думаю. Поэтому нажимаем на правую кнопку мыши. И мы получили... О май гад. Villager Milk. Я даже не хочу думать о том, как, что... Окей, неважно. Давайте просто нажмем на правую кнопку мыши. Стоп, погодите, у меня... Погодите, я почему получил Героя Деревни? Я же еще ничего не сделал. Что происходит? Почему у меня Герой Деревни? Можно мне убрать этот эффект? И дайте мне просто выпить волоку жителей. И посмотрим, что мы получим. А получим мы Village Daddy. Папочка-житель. Окей, ребята, я понял. Видите этого пацана? Это мой маленький малыш, друзья. Именно поэтому я теперь папочка. Потому что у меня теперь есть сын. Это у нас Канелус Джуниор, друзья. Который теперь будет за нами ходить. И знаете, какой еще прикол есть у этого эффекта? Блин, я обожаю этот мод на самом деле. За вами теперь будет ходить, по идее, Железный Голем. Давайте проверим. Hello, мистер. Да, смотрите, идет. Идет. То есть вы хотите мне сказать, что я могу ходить по миру. И за мной будет ходить мой собственный телохранитель. Но только на 5 минут, к сожалению. Но, йоу, ребята. Ну если запастись ведрами молока жителя, то мне кажется... Мне кажется, это довольно-таки прикольно. Теперь смотрите, он реально за нами ходит. Он не хочет нас убить, он просто теперь наш друг, который нас будет защищать. Смотрите, наш Канелус Джуниор здесь гуляет. Привет, парень. Окей. Ребята, что ж, молоко жителя на самом деле довольно-таки прикольно. Я не ожидал, я не ожидал, но это супер здорово. Что ж, погнали смотреть на еще каких-нибудь мобов. Кто у нас здесь еще? У, овца. Мы овцу еще не доили. Поэтому давайте посмотрим, как это работает. Сначала мы удалим эффект ведущего молока жителя. Вот таким образом. Теперь подаем овцу. И у нас есть шип Милка. Давайте посмотрим, что же нам даст это ведро. А дает нам оно щипит. С этим эффектом, по идее, мы теперь можем есть траву. Только я, честно, не знаю, как это работает. Может быть, в сурвайву выйти? Или, может, мне нужна трава в инвентаре? Или как... А, о-о-о, о май гад, я понял. Просто кликаем на обычный блок с травой. И мы ее едим. И за это мы получаем шерсть. То есть, как будто бы на нас растет шерсть. Только она появляется у нас в инвентаре. И таким образом. Вы можете видеть, это работает именно так. Разве не здорово? Мне кажется, очень круто. Только все, я больше не могу походу есть. Все, я наелся, походу. Окей, ребят, что ж, у нас уже темнее. Давайте сделаем Time Set Day. Вот, таким образом. И довольно-таки прикольный эффект. Мне нравится. Почему бы и нет? Поэтому мы выходим обратно в креатив. Выпьем обычное молоко, чтобы убрать все наши эффекты. И давайте пролетимся немножко по миру. Кого мы тут еще можем встретить? О-о-о, я придумал, я придумал, я нашел. Здравствуйте. Давайте мы добудем молоко с прутом. Как вы можете видеть, оно черное. Давайте мы его выпьем и посмотрим, что за эффект нам дается. У нас есть эффект инкинг, то есть мы каким-то образом можем плеваться красителем, наверное. И также у нас есть проводная сила, это понятно. Как мы можем кидаться красителем? Пока что непонятно. Одну секунду, может быть, надо быть в воде, но я сейчас все равно проверю. Так. Окей, пока что я не понимаю, как работает. Дайте ко мне одну секунду. Окей-докей, ребята, я все понял. Теперь, когда мы бьем какого-либо моба, мы его ослепляем. Как вы можете видеть, частицы вокруг коровы летают. Ослепление. То есть, таким образом мы наносим эффект ослепления, когда мы ударим какого-либо моба. Довольно-таки прикольно. И даже есть кастомный звук. Я не знаю, вам слышно или нет, но если мы сделаем вот так, то обратите внимание. Блин, на самом деле просто здорово. А если что, я вам не сказал, но этот мод на 1.16.5 и на фабрике. Да, такое есть, такое существует. Но, блин, на самом деле в последнее время моды на фабрике, наверное, самые крутые моды. Поэтому, что ж, окей, это было довольно-таки здорово. Вроде как здесь... О, погодите, я же вижу пчелу. Каким образом мы не будем дать пчелу? Ну-ка, иди-ка сюда, давай пчелка. Мы получили бимилку, друзья. Ну, готовьтесь, давайте проверим, что же теперь делает молоко пчелы. Выпьем и посмотрим. Мы получаем базинг. И работает это следующим образом. Теперь мы отравляем мобов, когда их просто удаляем. Вы можете видеть, корова получила отравление. И, опять же, эффект, кстати, на 5 минут. И также теперь, если мы найдем улей. И, по идее, если мы кликнем на правую кнопку мыши на улей. Это улей? Нет, не улей. Окей, мы просто возьмем улей отсюда. Бихай, вот таким образом. По идее, если мы кликнем на него на правую кнопку мыши, то эффект пропадет. Вот, то есть эффект, смотрите, это работает следующим образом. Эффект пропадает, но зато мы получаем кучу жизни. Получаем поглощение А3. И обратите внимание, разве не здорово? Офигеть. То есть, йоу. Окей. Да, друзья, это работает именно таким образом. Поэтому просто здорово. Окей, хорошо. Что ж, понятно, кто у нас. Окей, здравствуйте, парни. Холлоу, холлоу. Молоко волка, друзья. Просто замечательно. Давайте я уберу себя поглощением с обычным молоком. И теперь выпьем волчье молоко. Вы можете заметить то, что мы получаем силу и также возможность питаться мясом, любым мясом. И, по идее, по идее, по идее, это любое мясо должно давать нам регенерацию. Давайте мы попробуем, я не знаю, что-нибудь съесть. Не знаю, давайте попробуем сырое мясо. Как это будет работать? Мы можем просто так съесть. Давайте посмотрим. И, по идее, да, друзья, регенерация на 4-5 секунд. Офигеть, сырое мясо даже. То есть, обратите внимание, довольно-таки прикольный эффект. Йо, спасибо тебе, мистер Волк, за твое офигенное молоко, что я могу сказать. Спасибо, спасибо. И полетели дальше. Кого мы еще можем встретить в обычном мире? Кого мы еще не видели? Я даже, честно, не знаю. Наверное, нам придется спуститься сейчас чуть ниже. И посмотреть пещеры, найти каких-нибудь мобов. И подоить, например, какого-нибудь зомби. Почему бы и нет? Поэтому давайте мы быстренько зайдем в спектейтер. Посмотрим, кто у нас здесь есть поблизости. Кого мы сможем подоить? Хлоу, мобы? Мобы вы собирали? О, я вижу, пацанов. Вот они все, скелеты и зомби. Поэтому поехали, друзья, обратно в креатив. Теперь давайте подаем обычного зомби. Друзья, мы получили зомби Милк. И также теперь мы подаем скелета. И мы получили скелетон Милк. Окей, теперь я возвращаюсь обратно и поехали тестить. Окей, что ж, зомби молоко, по идее. Оно ничего хорошего нам не дает. Да, оно дает нам просто голод. Ну и как обычная гнилая плод. То есть, просто бесполезная вещь. Спасибо тебе, зомби. Вот единственный пока что бесполезный моб с бесполезным молоком. Замечательно. Но зато у скелета есть прикольный эффект, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Нам дается лук. Нам дается лук. Нам дается эффект Боунт. Это означает то, что теперь с помощью этого лука, по идее, смотрите, я буду в Сурвайвл. Мы можем стрелять без стрел. Обратите внимание, у меня нету стрел в инвентаре. И мы можем стрелять без конечищ, но пока у нас длится этот эффект Боунт. Довольно-таки забавно. Вот это мне нравится. Почему у скелета такой фиговый эффект? Это у скелета, точнее, наоборот, у зомби довольно-таки прикольный. Все наоборот. У зомби довольно-таки плохой эффект, а у скелета, наоборот, довольно-таки полезный. Я не знаю, как это работает, но это работает, друзья. Что ж, давайте пуленем в эту овцу. Ай, чем я занимаюсь, друзья? Ой, я попал. Окей. Хорошо, ребят, теперь, я думаю, самое время протестить крипера, конечно же, нашего любимого крипера. Как же мы его еще не протестили. Поэтому заспаним его сюда, подаем этого крипера. Молоко у меня здесь в руках. Я честно не знаю, что он делает. Сейчас мы это проверим. Теперь мы возьмем его сюда. Теперь, стоп, нет, мне нужно обычное молоко, чтобы убрать мои эффекты. Следующим образом. И, ну что, друзья, давайте проверим. Крипер Милк. Написано было, будь осторожен на сайте, да. Ох, я понял, почему будь осторожен. Мы не получаем никакие эффекты. Мы просто взрываемся. Я уверен, что если бы я был в сурвайвале, я бы умер. Именно поэтому на сайте было написано, осторожно с молоком крипера. И, да, друзья, именно так это и работает. Житель, у тебя тут прикольная ферма. Знаешь что, а можно мне выпить молочка прям? Окей. Да, друзья, что-то довольно-таки забавно. Давайте, давайте мы немножко зачистим наш инвентарь. Выкинем все вот это молоко, которое мы уже тестировали. И пойдем дальше, друзья. Давайте теперь уже начнем брать мобов из креатива. И просто, а значит что, давайте просто брать ведра уже отсюда. Смысл спавнить моба и доить его, потому что мы понимаем, как это работает. Это просто правая кнопка мыши. Давайте посмотрим, например, я хотел посмотреть на молоко снежного голема. Что она может давать? Мы, возможно, сегодня не все-все-все ведра посмотрим. Какие-нибудь я пропущу, потому что, ну, их слишком много. Но вы прекрасно понимаете, как работает этот мод. Поехали. Давайте посмотрим, что это за такое молоко. Окей. Окей. А что помимо этого? Мы спавним снег. Мы можем кидаться снежками? Мы можем кидаться снежками. Обратите внимание. Как я это сделал? Я нажал на shift. На shift просто нужно приседать. И мы кидаемся снежками. Вау. Вау. Просто замечательно. Я честно не знал, что этот эффект делает. Но я более-менее сообразил. Мы спавним снег. И у нас есть чертова маска этого голема на лице. Я думаю, это все. Я думаю, тут больше нет никаких других приколов. Но на самом деле это и так уже прикольно. Поэтому можем потушить огонь снежком? Наверное, нет. Окей, друзья. Что ж, выпиваем обычное молоко. И поехали дальше. Какое попробуем следующее? Я даже не знаю. Мы выберем вообще какое-нибудь рандомное. Ууу. Молоко, рыбы. Фуу. Давайте посмотрим, как это будет работать. Выпьем. И мы получаем просто проводную силу на 5 минут. Довольно прикольно. Опять же, 5 минут. 5 минут это довольно-таки долгое время. И всего лишь молоко из рыбы. Просто замечательно. Поэтому давайте выпьем обычного молока. И продолжим смотреть на следующее. Что мы еще не смотрели. Например, у нас есть молоко ишака. У нас есть молоко лисы. И молоко также мы еще не тестируем мухоморной коровы. Давайте вот эти три проверим. Молоко, молоко ишака. Давайте посмотрим, что оно дает. Джамп буст 2. Скорость, в принципе, как и лошадь. Только скорость не 2, а 1. Понятно. Ясно. Замечательно. Окей. Идем дальше. Следующее молоко. Это у нас молоко лисы. Что мы будем опять прыгать, наверное? Ага. У нас есть суперскорость. У нас есть слабость. У нас есть невидимость. Только на минуту. Но все равно посмотрите на эту скорость. Хм. Серьезно? Разве лисы настолько быстро в Майнкрафте? Я думаю, нет. Но все равно. Опять же, я обожаю скорость в Майнкрафте. И все, что дает скорость, я просто это обожаю. Поэтому, блин, довольно-таки быстро, довольно-таки здорово. Поэтому, найс. Замечательно. Следующее. Следующее. Это у нас махоморная корова. И мы получаем шрумп. Хм. Одну-ка секунду дайте мне. Потому что я без понятия, что делает этот эффект. Я пойду проверю. Окей, ребят. Я понял. По идее, мы можем есть Миселиум. Или как его... Короче, Майсилиум. Миселиум. Короче, по идее. Теперь мы просто подходим на правоту мыши. Мы можем каким-то образом им питаться. Возможно, мне нужно быть в Сурвамеле. Алло. 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 Может быть, я не голоден. Из-за этого я не могу его есть. Но было написано, что мы теперь можем есть этот вид травы. И таким образом повышать себе голод. Ну, то есть, если мы находимся в грибном биоме, как и мухоморная корова. Но я не могу это сделать, наверное, потому что я не голоден. Но, в принципе, это вроде бы все, что добавляет это молоко. Наверное, не суперполезно. Но хорошо, что оно здесь есть. Ребята, я повторюсь. Здесь есть молоко всех мобов. Просто всех ванильных мобов из версии 1.165. Поэтому, йоу. Это просто здорово. Ладно. Делаем таймсадей. Поехали дальше, друзья. Давайте посмотрим, что у нас есть. Дальше у нас есть молоко шулькера. Просто замечательно. Железного голода мы посмотрели. Попугая, конечно же. Блейза мы посмотрим, почему бы и нет. Гаста, конечно же. Давайте посмотрим, что же нам эти штуки дают. Шулькер. Ммм, интересно. У шулькера, наверное, будет, опять же, какой-то кастомный эффект, который, я не знаю, что делает. Одну секунду. Окей, ребят. Что ж, я понял, что делает шулькер. И, на самом деле, это очень прикольная вещь. Во-первых, на шифт мы запускаем заряд шулькера, который... Куда улетел? Походу, он никуда не улетел, потому что нету мобов рядом. Давайте попробуем это сделать вот тут, недалеко от этого жителя. Например, я могу нажать на... Нажать на шифт. И что-то... Непонятно, куда улетает. Короче, друзья, также мы можем ударить моба, и он начнет левитировать. И также теперь, если нас захотят ударить, смотрите, то мы просто телепортируемся. Давай. Оп. И... Окей. Понятно, спасибо, но вы поняли, как это работает, да? То есть мы телепортируемся, но одновременно мы все равно успеваем получить урон. И именно так. Почему я не могу нормально запустить заряд шулькера? Погодите, а у меня эффект прошел. Ладно. Окей, мы поняли, как это работает. Погнали дальше. Потому что следующее молоко... Довезло молоко попугая, которое делает следующее. Друзья, для этого мне понадобится джукбокс. Окей, что ж, смотрите, как это работает. Мы выпиваем это молоко и получаем паротет эффект. Теперь мы... Было написано то, что мы, по идее, не сможем остановиться. Да, мы теперь танцуем, если играет музыка. И мы не можем остановиться, пока музыка не закончится. То есть если находится джукбокс прямо здесь, мы начинаем бесконечно прыгать вот таким образом. И, кстати, мы также получаем... Не получаем урон от падения. То есть я... Ну, я в креативе. Ну, короче, друзья, я сделал так. Мы выходим в сурвайвл. И вы можете видеть, я не получаю урон. Замечательно прикольный эффект. Круто, найс. Замечательно круто, круто. Так, следующее ведро. Это у нас ведро Блейза. По идее... Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мы получаем, опять же, кастомный эффект. Стоп. Я забыл убрать с себя предыдущий эффект. Наверное, нельзя их стакать или как-то работать. Не знаю, но... Если мы выпиваем Блейза, то, по идее... Стоп, погодите, почему я ничего не получаю? По идее... По идее, если мы выпиваем молоко Блейза, то мы можем на шифт запускать огненные заряды. Но мне вообще никакой эффект не дается. Погодите, молоко Блейза, что ли, сломано? Хлоу. Как это... Почему? Может быть, в сурвайвл? Давайте попробуем. Так. Слушайте, не работает, друзья. Не работает. Я честно читал то, что у Блейза мы сможем запускать заряды, например, как у Гаста. Вот смотрите, если выпьем молоко Гаста, мы получаем... Погодите, я же что, сломал мод? Почему? Ведра не работают. Алло. Так, ребята, что ж, походу мы реально немножко сломали мод или это небольшой баг, но почему-то Блейз и Гаст не работают. Написано, что мы на шифт, типа, можем кидать огненные заряды, но почему-то у меня это не работает. Хотя остальные ведра работают. Поэтому ладно, просто погнали дальше. Потому что если у вас это будет работать, я вам объяснил, что эти ведра делают. Поэтому поехали дальше. Следующее молоко. Это у нас молоко паукана, друзья. Работает. В принципе, вы уже, наверное, догадываетесь, что оно делает. Во-первых, мы получаем Night Vision и Spider Red. Spider Red позволяет нам забираться по стенам. В принципе, все логично. Мы просто подходим к стене и просто идем вперед. И таким образом мы поднимаемся. Но это еще не все. Потому что также, если нас атакует какой-либо моб, опять же, давайте мы сделаем Самон Хаск прямо здесь. Вот таким образом я буду сурвайвл. И обратите внимание, каждый моб, который нас атакует, по идее, должен... Э? А, каждый моб, которого я атакую. Окей, окей, окей. Я немножко неправильно понял. Каждый моб, которого я атакую, будет замурован в паутине, друзья. Yes, это довольно-таки прикольно. И, в принципе, это все, что добавляет нам молоко паука. Знаете что? Я в итоге... Я вам сказал, что мы, наверное, не на все ведра посмотрим. Но я реально вам хочу показать в итоге все. Потому что, блин, это суперкрутой мод. Поэтому усаживайтесь поудобнее. У нас еще впереди куча-куча ведер. Поэтому, ладно. Что ж, это у нас было молоко паука. Идем дальше. Молоко ведьмы, друзья. Это просто вау. Потому что мы получим бесконечный эффект. Который будет делать следующее. Сейчас я вам покажу. Мы получаем Witchet. Это у нас специальный эффект, который вы можете видеть. Он бесконечен. Потому что теперь с нами можно произойти 4 вещи. И как только с нами произойдут эти 4 вещи, эффект исчезнет. И, окей, друзья. Что ж, давайте я вам покажу, как же работает этот эффект. Потому что теперь, например, когда мы попадаем в воду. Смотрите, я просто прыгаю в воду. И мы сразу же автоматически получаем зелье дыхания под водой. Это просто супер. Но мы получаем его только один раз. После этого, если мы прыгнем еще раз в воду, это не будет работать. То есть, вы можете видеть, я снова прыгнул. У нас все еще только одно, так сказать, это зелье. Теперь также. Если мы попадем в лаву. Давайте я просто возьму лаву где-нибудь. Вот здесь, вместо этого диска. Мы разольем лаву сюда. Теперь, если я попадаю в лаву, то я автоматически получаю зелье защиты от огня. Просто здорово. Опять же, только один раз. После этого мы больше уже его не получим. Также теперь, если я ударяю противника, я получаю автоматически зелье силы. И также теперь, если противник меня ударяет, то я получаю автоматически зелье с мгновенной жизни. И вы можете видеть, все. Теперь эффект прошел. После того, как вы получили все эти 4 зелья, эффект пропадает. Хоть он и бесконечный, но он бесконечный, пока мы не получим все эти четыре зелья Какая оригинальная идея, боже мой, автор Офигеть, и кстати, у этого мода две тысячи скачиваний Прямо опять же никто не знает, поэтому подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны Здесь я вам показываю очень обычные крутые моды, про которые никто не знает Поэтому что ж, идем дальше, следующее молоко, это у нас молоко слайма Здесь вроде бы ничего супер крутого не будет Мы получаем просто джамп буст, но седьмой уровень, это довольно-таки круто, потому что Yes, друзья, просто класс, просто nice, поэтому давайте выпьем опять же молоко И идем дальше, потому что следующее молоко, это у нас молоко магнилого куба И в принципе, опять же, тоже ничего вроде бы необычного, опять же джамп буст И все, да, просто, причем еще очень маленький джамп буст Да, друзья, что ж, идем дальше, давайте посмотрим, что у нас есть за следующие такие интересные ведра Итак, следующая партия ведер с молоком подъехала И следующее ведро, это у нас молоко дельфина, друзья Вау, вкусняшка И теперь с помощью этого молока мы получаем, во-первых, дельфинью грацию, это понятное дело И, кстати, фишер, я вам так и не объяснил, что такое рыбак, что это за такой эффект Это кастомный эффект этого мода И, по идее, давайте проверим, я еще не проверял, но, по идее, мы можем есть прямо из воды Просто кликая на правоту мыши на воду Но, опять же, наверное, если я только голоден Вот я сейчас голоден, окей, как это работает? Я нажимаю на правоту мыши, было написано на сайте, что фишер Ты просто подходишь к воде, нажимаешь на правоту мыши и можешь есть, пополнять голод Но почему-то это не работает, может быть, нужен водоем побольше Давайте подойдем, например, вот сюда Странно, я так и не понял, как это работает Hello? 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 Я не понимаю, честно, друзья О, погодите А, то есть надо на рыб кликать Почему на сайте не было это написано? Просто было написано, кликай на воду Окей То есть мы теперь можем есть рыб прямо на правоту мыши Вот, вот это прикольно Окей, я понял, я теперь понимаю, как это работает Замечательно, просто здорово Окей, тогда давайте выпьем обычное молоко И идем дальше, потому что следующее молоко Это у нас молоко визора скелета И, в принципе, все, что он добавляет Это возможность теперь наносить иссушение мобам Только, погодите, у меня опять же нету Э? Опять не работает Еще одно молоко, которое не работает Почему? Алло? Почему? То же самое, что и с Блейзом То же самое, что и с Гастом По идее, я должен получать специальный эффект Визорет, который дает возможность Наносить всем мобам, которых я ударяю Эффект усушения Но почему-то Опять же, это молоко не работает, к сожалению Но Грустно, печально, но да ладно Зато Эндермен Эндермен, молоко работает Мы получаем эффект Эндермена Теперь мы просто Избавляемся от моба Следующим образом Он телепортируется куда-то неподалеку Когда мы его ударяем И, да, друзья Мы также слышим кастомный эффект Да, друзья? Именно так это работает Поэтому Вот такое молоко Эндермена Поэтому, опять же, мы покупаем обычное молоко Идем дальше Следующее молоко Это у нас молоко чего? А, молоко полярного медведя Здесь мы получаем что-то похожее Получаем, опять же, фишера То есть мы сможем есть рыбу прямо из воды В принципе, это логично Потому что полярные медведи так и делают Просто берут рыбу и едят И все, изи И также мы получаем силу 2 Но, в принципе, это проверять мы не будем Тут все понятно, логично Вы не глупы Все понимаете Идем дальше Следующее молоко Это у нас молоко черепахи Я, честно, не знаю, что оно делает Я даже не смотрел Ох ты, боже мой Окей, я вижу то, что замедление Мы получаем, опять же, фишера Мы получаем проводную силу Но что такое тартл, друзья? Мне нужно проверить Одну секунду Ну-ка, погодите, друзья Написано, что мы можем сажать shift И теперь мы будем бессмертны Потому что как будто мы спрятались в свой панцирь А как, простите? Ну-ка, погодите, например Я ударю голема Я буду Я нажал shift Это работает! Йоу! Это реально работает Он не может меня убить Он не может нанести мне урон Из-за того, что я зажал на shift Я нахожусь в своем панцире Разве это не здорово? Офигеть, окей, я понял Я понял, как это работает Это просто замечательно, друзья Что я могу сказать? Но эффект длится всего лишь около 1 минуту Поэтому имейте это в виду Вау, что я могу сказать? Это были прикольные Прикольный сет Сет ведер Мне понравилось это молоко Поэтому, да, друзья Что я могу сказать? А мы идем дальше Давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще Такое интересное Итак, следующее молоко, которое мы проверим Это у нас зомби файта пиглин Давайте проверим, что она делает Я, честно, даже не проверял Просто получаем голод и защиту от огня В принципе, да, все понятно Вроде бы зоглин и зомби пиглин Это одно и то же Один и тот же эффект Давайте мы это проверим на всякий случай Давайте мы выпьем молоко зоглина И да, мы получаем голод и защиту от огня В принципе, ну так себе Просто окей, понятно, здорово Ладно, идем дальше Следующее молоко Молоко панды Я почитал, как оно работает Но я немножко не понял По идее У нас появился эффект бамбуд С помощью этого эффекта По идее Если мы возьмем бамбук И кликнем на блок бамбука На правую току мыши Давайте попробуем поставить его Кто-нибудь сюда Например, теперь Если я возьму пустую руку Мы кликаем на правую току мыши Каким-то образом мы можем его прям поедать Только возможно нужно, чтобы бамбук вырос Давайте я зайду в сурвайл Нет, это так не работает Наверное, значит, что А, я чихнул Вы это слышали? Вы это слышали, друзья? Я только что чихнул, друзья Потому что есть маленький шанс Что мы чихаем И таким образом мы спавним слаймбол Который, по идее, должен лететь В какого-то моба И замедлять его Именно так было написано Кстати, погодите, вот Я съел? Или не съел? Я не понял, что произошло, друзья Погодите, одну секунду Дайте-ка мне костную муку, пожалуйста Одну секунду, друзья Болн мил Следующим образом Давайте мы вырастим этот бамбук Вот таким образом Теперь я хочу зайти в сурвайл И посмотреть Получаю ли я голод Я реально Я реально Что происходит? Ребят, я сейчас сойду с ума Но я реально пополняю себе голод, друзья Очень мало Но это работает Ну и так же Теперь по идее Я могу чихать Рандомно это происходит И как это работает? Типа по идее Мы так же можем замедлять Мобов С помощью чихания По идее Когда я Атакую Моба Ага Он получает замедление А, это просто Типа так работает Окей А, я так же получаю Иногда рандомно слаймбол Окей То есть Мы просто рандомно Рандомно будем получать Слаймбол Когда чихаем Просто рандомно Но так же Теперь когда мы бьем моба Мы Добавляем ему Ам Упс Извиняюсь, я не хочу Я очень извиняюсь, я не хочу этого делать Короче, мы их замедляем и таким образом тоже чихаем Поэтому просто, просто, Настя, довольно-таки Милый эффект, поэтому что я могу сказать Это прикольно, это прикольно, окей, давайте выпьем Обычно молоко, уберем этот эффект и погнали дальше Следующее молоко, это у нас молоко Лава мягкий, страйдера и по идее Видите, опять никакого эффекта мне не далось Почему некоторые ведра Не работают, по идее С молоком страйдер я могу уходить по лаве И у меня будет защита от огня и так далее Но почему-то, опять же, мне не дается никакой эффект Это грустно, потому что некоторые ведра у меня Почему-то не работают, алло Ну да ладно, у нас дальше есть молоко поборника Которое я тоже немного не понял, как оно работает Мы получаем какой-то щит, статус Давайте просто выбьем и посмотрим, что происходит Ага Окей Типа, типа я Я готов к рейду, типа я получил баннер И я получил щит А, я получил еще и железный топор Ну окей, но я не вызвал рейд в деревне Поэтому это просто эффект влияет только на нас Слушайте, ну прикольно, что я могу сказать Аааа, погодите До меня только что дошло До меня только что Кое-что дошло, друзья Смотрите, почему у нас не работали Не работали Сетблок Смотри, смотри, смотри Я понял, друзья О май, где у нас Незер Портал Потому что все ведра Мобов, которые живут в аду Те же Гасты, Блейзы И Страйдеры Работают только в аду Я вспомнил Это же было написано на сайте Ребят Ну ребят Ну ребят Окей, смотрите, друзья Смотрите, смотрите Теперь, если мы выпьем молоко Блейза Наконец-то оно будет работать Потому что мы в аду Боже мой, какой я тупой Я совсем забыл Теперь наш шифт мы можем запускать А? Мы не можем запускать? Погодите На шифт можно запускать Огненные заряды было написано Может быть в Сураве уйти Алё Алё Почему-то окей По идее эффект теперь есть Мы получаем защиту огня и Блейз Но Было написано на шифт Можно запускать огненные заряды Или на правду к мыши Погодите Нет? Нет? Может быть из-за щита? Я не знаю, друзья Нет, не работает Но смотрите Зато по идее С Гастом должно работать на 100% Друзья Если мы возьмем молоко Гаста Следующим образом Давайте посмотрим То есть если я его выпью И теперь точно На шифт я смогу запускать Да как это работает? Я не понимаю Было же написано Окей У меня также есть замедленное падение Это понятно Но Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Ну, ребята На шифт же было написано Что я могу запускать огненные заряды Почему? Зашел в шифт Как? Как? Окей, ребята, наконец-то Я понял, просто нужно чуть-чуть подольше Сидеть на шифте, смотрите Раз, два, три, четыре, спаунил С Fireball и запускай И то же самое с Gaston, окей, я наконец-то Я наконец-то понял, боже мой Извините, ребята, извините, сегодня у нас рандомный Выпуск, потому что, как и автор сказал Типа, лучше Вообще играть с этим модом рандомно И вот я тоже рандомно О нем познаю, причем на сайте Не написано то, что нужно долго сидеть на шифте На сайте просто написано сиди на шифте, но Да, друзья, работает именно это таким образом Что ж, окей, замечательно, замечательно, но давайте Вернемся в обычный мир и продолжим, потому что Следующее молоко, это у нас молоко Пиладжера И я честно не знаю, что оно делает, давайте посмотрим Мы получаем, ааа, то же самое Мы опять же получаем баннер, если не ошибаюсь И мы получаем арбалет Типа, опять же, мы готовы к рейду, и все, да Вау, вау Просто здорово, да, друзья, что ж Вот такие вот у нас были ведра Мы на этом не останавливаемся, впереди у нас еще есть Куча разных прикольных ведер, поэтому Что ж, идем дальше И так, следующее молоко, это у нас молоко Эволкера То есть вызывателя-призывателя Давайте мы его выпьем, и по идее мы получаем Эволкт Это нам дает возможность Во-первых, получить бесплатный тотем Бессмертия, и также Если не ошибаюсь, теперь к нам убьем моба Мы спавним челюсти, да, именно так это работает Блин, на самом деле я обожаю челюсти Вызывателя, они очень прикольные Они очень редкие в Майнкрафте, ты их не часто видишь И когда ты видишь эту анимацию Это типа, вау, круто, где мы сделаем звучи потише Но, да, друзья, в принципе, это, если не ошибаюсь, это все, что добавляет нам молоко Призывателя-вызывателя Я, погодите, все равно забываю Вызывателя-вызывателя Куча и Эволкер Мне нравится называть его Эволкер Звучит здорово Поэтому окей, все, в принципе, вот такое молоко Идем дальше На самом деле у нас немного осталось Нам осталось посмотреть Буквально вот все последнее Мы уже почти в конце Поэтому поехали Дальше у нас идет Реведжер Милк, то есть это у нас молоко этого Я не помню, как он по-русски называется Короче, Реведжер И тут у нас эффект Но, бла-бла-бла-бла-бла Короче, окей Не прописался эффект Но, по идее, мы станем мобов, которых мы ударяем Они стоят на месте Можете видеть Стан? Нет, стоп Стан? Алло? Как он работает? По идее, мы наносим Вы можете видеть какой-то эффект этим мобом Но, например, если ударят пчелу Она должна остановиться на месте Можете видеть Немножко тупит одну секунду Потом дальше летит Мне, в принципе, это все Также мы получаем защиту И... Йес Окей Замечательно Следующее молоко Это у нас молоко Лама, друзья Которое позволяет нам плеваться в мобов Каким-то образом Вроде бы, да, спитер То есть плеватель Давайте посмотрим, как это работает Если я ударю Хотел ударить овцу Это просто блок шерсти Окей Если мы ударим эту корову То... Вы слышите звук, да? Типа мы в нее плюемся Я так понимаю Мы что, давай... Это все, да? Это все? Окей Спасибо, спасибо автору За такое чудесное молоко Упс, сорян, корова И... Ясненько, понятненько Идем дальше Следующее молоко Это у нас молоко Пиглина Которое, вроде бы, я могу активировать В обычном мире Потому что... Нет, не могу Но мне лень идти в ад, друзья По идее, все, что мы получаем Это защиту от огня И... Еще какой-то минимальный эффект Но это не какой-то кастомный Крутой эффект Это обычный эффект И поэтому я даже вам показывать не буду Так что не волнуйтесь Там ничего такого суперинтересного нет Вот молоко Утопленника Это уже другое дело Потому что, по идее, с маленьким шансом Мы сможем получить Трезубец У нас также есть все вот эти эффекты Но вот Драун Это, опять же, работает только на Трезубец Который, по идее, только с маленьким шансом нам дастся Но... Вы можете видеть то, что нам пока что не везет По идее Мы сможем иметь этот Трезубец Который будет всегда автоматически к нам возвращаться Но, опять же, это очень маленький шанс Его получить Поэтому... Ну, и также мы получаем Фишера Мы можем есть рыбу прямо в воде И проводную силу Но... Давайте черт попробуем Ну же, Трезубец Ну же Ну же, плюс Нет, походу сегодня не наш день, друзья Трезубец мы не можем получить Окей, ладно, не важно Друзья, сегодня у нас и так очень много ведра с молоком Поэтому идем дальше Следующее молоко, это у нас молоко Чешуйница, как я ненавижу чешуйницу Но, по идее, теперь мы получаем эффект Сильверфишт, и мы можем делать следующее Когда мы атакуем моба, мы спавним чешуйниц Которые, по идее, должны По идее, должны атаковать этого моба Но, знаете что, это похоже на то, что это просто Спавница чешуйницы, которые в итоге нас будут атаковать Давайте мы это проверим А есть какие-то живые мобы здесь еще? Вот этот житель, например, допустим Я стою здесь, я в сурвабеле, я ударяю этого моба Спавню чешуйницу, которая бьет меня В чем прикол, в чем прикол, я не хочу Я ненавижу чешуйниц, поэтому Вау, замечательно, спасибо за такое молоко Автор, просто круто, найс Замечательно, ладно, друзья, вроде бы у нас стало совсем немного Поэтому поехали дальше Ну что ж, финишная прямая, 6 последних ведер Поехали, друзья Следующее ведро, это у нас молоко Эндер Мита, которое По идее, дает нам эффект Эндер Митет И теперь мы будем просто спавнить Эндер Мита на любом мобе Которого мы убиваем Но мне кажется, это работа точно так же, как и чешуйница Смотрите, мы ударяем Голема и мы спавним Одного Эндер Мита, которого он избил В принципе, это все Да, мы спавним Эндер Митетов, когда бьем мобов Вот таким образом И... да, друзья, Эндер Митет идет сам по себе И он бы начал атаковать нас Вместо того, чтобы нам помогать То есть, смысл непонятно Но спасибо, автор, замечательно Следующее молоко Это у нас молоко Досаждателя Векса С помощью этого молока Мы опять же, когда ударяем мобу Мы спавним Досаждателя Ну смотрите, я опять же хочу проверить Кого будет бить Он бьет меня Он... погодите Он меня досаждает Почему это так работает? Я не понимаю Это за что? Как это... Вот все вот эти эффекты Чешуйницы Те же самые Эти Эндер Мит И Векс Почему они меня-то атакуют? Это не должно быть так Но, возможно Блин, повторяюсь У мода всего лишь 2000 скачиваний Он еще в прогрессе В процессе разработки Поэтому, мне кажется Это в итоге должны как-то пофиксить Потому что, ну, как-то Немножко странно получается Но, окей Мы поняли Мы поняли, как это работает Идем дальше Следующее Молоко Это у нас молоко Стража Гвардиана И, вроде бы С помощью этого молока Я, честно, немного подзабыл Но мы получаем Фишер Мы получаем Гвардет И мы получаем Кондуит Пауэр Окей Гвардет Если я не ошибаюсь Это Дает там эффект Торнс Я не помню Как он по-русски называется То есть, это тот эффект Когда Моб, который нас ударяет Получает урон обратно Как этот эффект назывался? Я забыл Торнс Я знаю, что называется Торнс по-английски Но Да, ребята В принципе Это все, что добавляет Но смотрите Насколько долго Эти эффекты длятся Целых 8 минут Это же Вау Но, в принципе Это все Поэтому давайте мы лучше посмотрим На старого Гвардиана На большого Гвардиана Это у нас Элдер Гвардия Милк Потому что с помощью Этого молока Мы получим Эффекты всех Подводных мобов Которых мы сегодня видели Смотрите Мы получаем Фишер Мы получаем Драун Получаем Гвардиан Мы получаем Инкин То есть, это у нас Из спрута Из утопленника Дельфинья Грация Проводная сила И так далее То есть, здесь все Вместе почти что на 7 минут Просто вау, друзья Но, опять же Мы это все проверять не будем Потому что мы это уже все видели На протяжении сегодняшнего Обзора Старшего Стража То получаете все эффекты Просто замечательно Поэтому, окей Следующее молоко Ребята, это у нас Молоко Визера Автор ничего о нем не написал В файле, который он приложил Где документ Где там написано Все, что делает любое молоко Нету Визера Только есть Визер Скелет Я не понимаю Либо он забыл прописать Либо что происходит Поэтому, ребят Я сейчас абсолютно ничего не знаю О этом молоке Поэтому давайте просто его выпьем И посмотрим, что произойдет Мы получаем замедление 2 На бесконечность Получаем на 12 минут Визеринг Страйд И в итоге мы получаем эффект Лавомерки То, что мы можем ходить Плавить и так далее За защиту от огня Но что такое Визеринг Давайте пробовать Потому что, по идее Теперь на шифт Может быть на шифт На шифт Мы вроде бы ничего не делаем Наверное Наверное, теперь Когда мы атакуем моба То мы наносим ему Иссушение Так Что-то еще Возможно, есть что-то еще Что-то еще Вроде бы Вроде пока что Может быть, мы можем летать Давайте попробуем Может быть Если выйду в Сурвайвл Нет, летать Мы, к сожалению, не можем На шифт Мы тоже ничего не делаем Походу Это все, друзья Возможно, если нас Мобы атакуют Что-то произойдет Давайте попробуем Засуманить Хаска Если он нас атакует Что происходит Вроде бы Ничего такого Суперинтересного Но если мы наносим Мы наносим ему Иссушение И вроде бы Это все Друзья Окей 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 Друзья Окей Что я могу сказать Вот такое вот у нас молоко Визера Ну и теперь Напоследок У нас осталось последнее молоко Это у нас молоко Энтер Дракона Кстати, для того, чтобы получить молоко Энтер Дракона Вам нужно Подоить не самого Дракона А именно яйцо Дракона Именно так вы получаете Это ведро С помощью Если Я уже немножко подзабыл Что нам добьется Эндер Мэнд А Точно По идее По идее Все мобы Которые находятся Рядом с нами Они телепортируются На 500 блоков Вдаль от нас Ну-ка, ну-ка Погодите Вроде бы никто не телепортируется Еще раз Давай попробуем По идее Погодите Или же Это работает только На противников Давайте попробуем еще раз Потому что было написано То, что все мобы Которые находятся Вокруг нас Они телепортируются На 500 блоков Вдаль Но Также было написано Именно на этом молоке То, что Это все еще находится В разработке Поэтому Давайте опять же спамим, например, Хаска, и выпьем снова это молоко. Окей, странно, странно, потому что это эффект обычного Эндермена, телепортировать мобов, когда мы их ударяем, но почему-то вот это 500 блоков не работает, к сожалению. Аллоу! Аллоу! Но, да. Что ж, ребята, что я могу сказать? Вот такой вот у нас сегодня был мод. Мы посмотрели на все ведра, это было довольно-таки круто, очень-очень офигенный мод, очень много прикольных эффектов, есть минималистичные минусы, которые нужно пофиксить, но, опять же, мод выпустили совсем недавно, 2000 скачиваний, что вы еще хотели ожидать, это и так уже слишком круто для такого мода, про который никто не знает, поэтому обязательно ставьте лойсы, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши кабинтосы, жмите колокольцы, с вами был Кекс, всем пока!